О миротворческой миссии ООН говорил президент Украины во время встречи в Торонто с канадским премьером. Джастин Трюдо заверил, что Канада поддерживает Украину в политике безопасности и обороны, а отвечая на вопрос подробностей, признался, что является горячим сторонником миротворческих операций. Визит президента Петра Порошенко в Канаду продолжается. О его первых итогах Дмитрий Анопченко, он сейчас в Торонто. Пожалуй, во всем мире мало стран, где Украину поддерживают так, как в Канаде. Не устав от наших проблем и не разочаровавшись, поддерживают не только политики, но и сами люди. А здесь только этнических украинцев, около 4% населения. Переговоры с мегапопулярным тут премьером Джастином Трюдо – это тоже скорее разговор двух друзей. Политики обращаются к друг другу на «ты», по имени, много шутят. Когда выключат камеры и пресса выйдет из комнаты переговоров, смогут говорить абсолютно откровенно об экономике. А после подписания соглашения о зоне свободной торговли бизнес ждут большие перемены. И главное – о политической поддержке и военной помощи. Мой вопрос к вам, господин премьер-министр. Дайте ответ. Вот вы лично поддерживаете идею о миротворческой операции для Украины? И, может быть, в будущем канадские военные могли бы принять участие в этой операции под эгидой ООН? Мы очень верим в эффективность миротворцев, и это ситуация, в которой их роль может быть решающей. В ближайшее время мы как раз и будем обсуждать, какой вклад может внести Канада, чтобы ситуация разрешилась и насилие было остановлено. Говоря о миротворцах, я хотел бы всему миру напомнить. Сейчас более 400 украинцев участвуют в миротворческих операциях. И сегодня, в тяжелое время, они нужны самой Украине. И если по итогам американской части визита президента в том, что касается миротворцев, Киев заручился поддержкой Трампа, то Канада, которая сейчас получит председательство не в большой двадцатке, вполне могла бы стать лоббистом этой идеи на уровне джитвоний. Официальная часть визита продолжается сегодня. Это и переговоры с министром иностранных дел Канады Христи Фриланд, и с влиятельными депутатами парламента. Но для приезда сюда, в Торонто, у украинской делегации был и еще один не менее важный повод. Инвиктус Геймс. Игры непокоренных. Соревнования среди ветеранов, получивших травмы и ранения на фронте. 17 стран, 550 участников, 12 видов спорта, трансляция на 50 государств. И впервые украинская команда. Ее участвовали накануне вечером. И, пожалуй, ни к кому из участников нет столько внимания, сколько к нашим ребятам. Когда наши атошники дарят президенту футболку, тот передаривает ее Трюдо. И канадский премьер с гордостью показывает надпись «Украина», соглашаясь, он тоже в украинской команде поддержки. Здесь же объявили о создании фонда помощи тем, кто пострадал на фронте. И первом взносе 100 тысяч долларов. Свободная торговля, военное сотрудничество, разве что к безвизовому режиму с Украиной, Канада пока не готова. Здесь говорят, что это дело будущего. Но в любом случае создается ощущение, что Украину здесь принимают настолько хорошо, что со стратегическим партнером в Канаде уже определились. Киев даже предлагает новое консульство в Канаде открыть. В Эдмонтоне, где живут 300 тысяч украинцев. Отношения с Оттавой настолько близкие, что президент говорит о новом уровне стратегического партнерства. Мы безмерно благодарны за вклад наших международных партнеров в этот процесс. Мы не пойдем по российскому сценарию, который может оказаться ловушкой. Миротворцы по мандату Совбеза ООН должны быть на всей оккупированной территории, взять под контроль неконтролируемый участок российско-украинской границы и пресечь проникновение российских войск оружия амуниции. Но дело даже не в том, как формально назвать отношения между странами. Тут чувствуется, Канада готова в любом случае помогать. Из Торонто Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.